Волонтеры, представители общественных организаций и депутатского корпуса продолжают помогать тем, кто находится в режиме самоизоляции. В рабочем графике депутата Московской областной думы Владимира Жука неизменно присутствуют встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. Посещение ветерана в нынешнее время мероприятие особенное. Все гости в защитных масках и перчатках. Здравствуйте, мы к вам в гости на минутку. Откройте, пожалуйста. Депутаты в этих поездках сопровождают волонтеры из общественной организации Российский спортивный союз молодежи. В гости они приходят не с пустыми руками. Уже несколько десятков ветеранов получили небольшой, но важный в хозяйстве электронный прибор – микроволновую печь. Визит депутата для Виктора Жажина оказался неожиданным. Как себя чувствуете? Да прекрасно. Прекрасно, да? Неожиданно пришли, да? Конечно, я не готов. В принципе, звонили? Стиркой занимаюсь. Да? По хозяйству, да? Виктору Васильевичу Жажину 95 лет. В 1943 году он был призван на фронт и прошел всю войну. Имеет множество государственных наград, среди которых Орден Славы. Ветеран соблюдает режим самоизоляции, поэтому гости в его доме сейчас – большая редкость. Все участники этой беседы уверены – когда все наладится, они еще встретятся. Хотя и закончились празднования 75-летия Великой Победы, но наши ветераны еще не все охвачены. Мы просто не успели перед праздниками всех объехать. Поэтому сегодня вот эту миссию продолжаем. И несколько ветеранов мы сегодня поздравили. После того, как закончится период пандемии, мы обязательно встретимся, попьем чай и поговорим о том, что происходит сегодня, что будет потом, как работать дальше. Помимо бытовой техники для ветеранов, Владимир Жук и участники его волонтерской команды доставляют нуждающимся жителям Ленинского и других муниципалитетов продуктовые наборы.